Здравствуйте! Сегодня понедельник, 13 марта. У микрофона журналист Евгений Слюняев. Начну с информации о событиях, которые происходили в этот день в разные годы в мире, в России и в нашем крае. Итак, 13 марта в разные годы истории происходили следующие события. В 1781 году английский астроном Вильям Гершель с помощью собственноручно изготовленного им телескопа открыл седьмую планету Солнечной системы – Уран. Правда, первоначально он принял ее за комету, а название «Уран» было придумано гораздо позже немецким астрономом Иоганном Боде. 13 марта 1845 года в Харькове родился инженер-мостостроитель Николай Белелюбский. В течение нескольких десятилетий Николай Белелюбский возглавлял развитие мостостроения в России. Им лично было спроектировано более ста мостов и пролетных сооружений. Самым знаменитым его проектом стал мост через Волгу в районе города Сызрани, который долгое время оставался самым протяженным мостом в Европе. А в 1916 году по его проекту был построен грандиозный и уникальный железнодорожный мост через Волгу в городе Симбирске. 13 марта 1869 года русский ученый Дмитрий Менделеев закончил составление своей периодической таблицы химических элементов. 13 марта 1881 года в Петербурге на набережной Екатерининского канала бомбой, брошенной народовольцем Игнатием Гриневицким, смертельно ранен император Александр II. 13 марта 1917 года в селе Коржовке, ныне Индинского района Ульяновской области, родился полный кавалер Ордена Славы Иван Салыгин. Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 года Иван Салыгин воевал до 1945 года. За проявленный в боях мужество и героизм был награжден Орденом Славы всех трех степеней. После войны вернулся в родное село, работал плотником. Также 13 марта того же 1917 года в Петрограде вышел первый номер газеты «Известия Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов». Сегодня мы знаем эту газету под гораздо более коротким названием «Известием». 13 марта 1920 года Красной Армии освобожден от американо-английских интервентов город Мурманск. В 1930 году в этот день закрылась Московская биржа труда. Последнее направление на работу было выдано слесарю Михаилу Шхунову. Столице Советского Союза было официально объявлено о победе над безработицей. В том же 1930 году, 13 марта, американский астроном Клайд Томбо объявил об открытии им 18 февраля девятой планеты Солнечной системы. На следующий день 11-летняя школьница из Оксфорда Венеция Берни предложила название для новой планеты, которое вскоре и было официально утверждено – Плутон. 13 марта 1944 года Советскими войсками от немецкой оккупации освобожден город Херсон. 13 марта 1954 года создан Комитет государственной безопасности СССР. 13 марта 1961 года подписан приказ председателя Государственного комитета Совета министров СССР номер 79 о создании в Ульяновске филиала Морского научно-исследовательского института. Через три года был сдан в эксплуатацию первый производственный корпус института. А в 1970 году научно-производственное предприятие было преобразовано в самостоятельный научно-исследовательский институт «Марс». В наше время предприятие имеет статус Федерального научно-производственного центра НПО «Марс». 13 марта 1970 года председатель Комитета государственной безопасности СССР Юрий Андропов отдал приказ уничтожить останки Гитлера и Геббельса, тайно захороненные после Второй мировой войны в Германии на территории военного городка в Магдебурге. 13 марта 1974 года в Париже открывается аэропорт имени Шарля де Голля. А 13 марта 1992 года в России создан государственный центральный аэромобильный спасательный отряд МЧС России «Центроспас». Специальный репортаж. Тема подготовки к предстоящему весеннему паводку находится в эти дни в числе приоритетных вопросов, обсуждаемых на заседаниях штаба по комплексному развитию региона. О том, как идет подготовка к периоду интенсивного таяния снега, на очередном заседании штаба по комплексному развитию региона доложили несколько глав муниципальных образований, где традиционно наиболее вероятен высокий подъем уровня воды в местных водоемах вследствие весеннего паводка. Вот в частности, что сказал глава администрации Ульяновского района Сергей Горячев. Как только погодные условия будут доступны, силами МЧС проведем очистку плотин и с 15-го числа начинаем круглосуточное дежурство. Пока воды в русле мало, но земля промерзла. Если вода с полей пойдет, то тогда могут быть проблемы. Но готовимся, главы поселений тоже готовятся, планы все разработаны, приняты. Не первый год, будем смотреть. Пока погода, на мой взгляд, нам помогает. Днем тает, вечером вымораживает. Выслушав руководителей муниципальных образований, губернатор Алексей Русских обратился к ним с несколькими поручениями. Обращаясь ко всем главам, ситуацию держать на личном контроле, постоянном. На проблемных территориях, где из-за паводка могут быть размыты дороги, должны быть готовы пункты временного размещения людей. Также предусмотреть вопросы доставки продуктов питания, воды, аварийного электроснабжения и так далее. В прошлом году в селе Арское произошел оползень. За прошедшее время здесь были проведены противооползневые работы. О том, какая складывается ситуация на этом участке сейчас, доложил первый заместитель главы города Ульяновска Сергей Мишин. Мы провели работу по временному укреплению склона. В прошлом году сделали две подпорные стенки, дренажные трубы установили. В этом году мы сейчас мониторим, у нас специализированное управление инженерной защиты проводит мониторинг постоянной данной местности. Пока опасения не вызывает, что в этом году начнется оползень. Но мы в прошлом же году заключили контракт на выполнение проектных взыскательских работ по защите данного склона. В настоящий момент у нас по этому контракту геодетическое изыскание сделано полностью. Геологическое изыскание у нас началось в прошлом году. Оно закончится у нас по наступлению тепла. В настоящий момент по этому договору проводится работа по планировке проекта межевания территории. И завершен раздел у нас по подготовке технологических и конструктивных решений. Уже все изыскательские работы будут выполнены к июню месяцу, и контракт у нас закроется полностью. Все работы будут полностью выполнены в августе месяце. То есть все проектные работы в этом году мы сделаем. Но мы постоянно нашим специализированным учреждениям проводим мониторинг данной местности. Да, мы проводили совещание и наметили технологию, какую мы будем применять. Проектные работы ведутся исходя из наших рекомендаций. То есть минимальные экономические вложения с максимальной эффективностью, правильно? Да. Особое внимание в период весеннего паводка уделяется мостовым переходам, говорит заместитель председателя правительства Ульяновской области Евгений Лазарев. Профильным министерством традиционно весенний период совместно с департаментом автомобильной дороги выпущено соответствующие распоряжения о проведении соответствующих мероприятий для прохождения паводкового периода. Составлены планы мероприятий. В настоящее время подрядные организации приступили к работам по очистке водопропускных труб и очистке подмостового пространства. Всего у нас 610 объектов на территории Ульяновской области. Это 367 объектов регионального значения и 247 объектов муниципального значения. Четыре объекта у нас выведены на особый контроль. У нас два объекта регионального значения в Ульяновском и Цельнинском районе и два объекта муниципального назначения, то есть местные мосты на территории Ульяновского района. Здесь у нас тоже по каждому объекту отработана своя процедура межведомственного взаимодействия МЧС, Министерство транспорта. С главами администрации проработаны вопросы по доставке продуктов питания для жителей потопляемых территорий. Подрядными организациями тоже определены необходимые работы. Будут сняты барьерные ограждения на этих территориях, также будут выставлены вешки. Вопросы эти держатся постоянно Министерством транспорта на особом контроле совместно с главами администрации. В принципе, мероприятие отработано. Планируем в текущем году также продолжить традиционно эти работы. На жестком контроле держите ситуацию. Прокуратура. Актуальный комментарий. К сожалению, многие граждане, когда им по телефону звонят мошенники, теряются и совершают роковые ошибки, сообщая злоумышленникам информацию о своих банковских картах и счетах. А потом, потеряв свои денежные средства, нередко совершают еще одну ошибку. Считая, что найти мошенников и вернуть деньги невозможно, не обращаются в полицию и органы прокуратуры. Действительно, выявить мошенников и вернуть похищенные средства трудно, но возможно. Тему продолжает прокурор гражданско-судебного отдела прокуратуры Ульяновской области Юлия Холодилина. Распространенным способом получения данных в сфере банковской информации является телефонное мошенничество, размеры похищенных посредством которого у граждан денежных средств измеряются миллионами рублей. Многочисленные способы незаконного получения персональных данных граждан в совокупности с используемыми преступниками методами социальной психологии зачастую не позволяют следственным органам установить лиц, виновных в хищении денежных средств с банковских карт потерпевших, в связи с чем большинство таких уголовных дел приостановлены в связи с неустановлением виновных лиц. А имеется ли какой-нибудь реальный механизм, позволяющий возместить вред, нанесенный потерпевшему? В органах прокуратуры Ульяновской области наработана практика использования гражданскоправовых механизмов по взысканию в пользу потерпевших неосновательного обогащения совладельцев расчетных счетов, на которые первоначально поступают похищенные суммы. По делам данной категории на истца возлагается обязанность доказать факт приобретения или сбережения имущества ответчиком, а на ответчика, соответственно, обязанность доказать наличие законных оснований для приобретения или сбережения такого имущества, либо наличие обстоятельств, при которых неосновательное обогащение в силу закона не подлежит возврату. То есть к ответственности привлекается не то лицо, которое позвонило потерпевшему, а то, на чей счет в конечном итоге пришли похищенные средства? Да, гражданскоправовая ответственность в данном случае возлагается на лицо, на расчетный счет которого поступили похищенные денежные средства. А есть ли конкретные примеры применения такой практики? Да, к примеру, прокурор Засвияжского района города Ульянска в интересах престарелого гражданина обращался в суд с исковым заявлением о взыскании неосновательного обогащения в размере 39 тысяч рублей. В обосновании заявленных требований прокурорам указывалось, что неустановленное лицо с целью хищения денежных средств путем обмана с открытого в ПАО Сбербанк России банковского счета потерпевшего совершило перевод денежной суммы на банковскую карту, оформленную на имя ответчика. При этом истец в договорных отношениях с ответчиком не состоял, поручений о перечислении ему денежных средств не давал, в связи с чем законные основания для получения ответчикам принадлежащих потерпевшему денег отсутствовали. В этой связи, вступившему в законную силу решения мирового судей, требования прокурора о взыскании неосновательного обогащения в пользу потерпевшего удовлетворены в полном объеме. Всего в 2021-2022 годах прокуратуре области предъявлено 37 аналогичных исковых заявлений о возмещении причиненного гражданам мошенническими действиями неустановленных лиц ущерба на сумму около 1 миллиона рублей, из которых 23 заявления уже удовлетворены судами, остальные находятся на рассмотрении. Таким образом, несмотря на постоянное совершенствование злоумышленниками способов кибермошенничества и повышение результативности преступных манипуляций путем введения граждан в заблуждение, использование прокурором данного гражданского правового механизма является эффективным средством возвращения гражданам похищенных посредством телефонного мошенничества денежных средств. Органы прокуратуры могут обратиться с подобным иском в отношении любого гражданина? Нет. Здесь следует отметить, что процессуальные полномочия по обращению прокурора в суд с подобными заявлениями, к сожалению, ограничены, а именно статьей 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, согласно которой прокурору принадлежит право обращения с исковыми заявлениями лишь в интересах граждан, которые по важительным причинам не могут самостоятельно осуществлять защиту своих прав. И дайте совет, как поступить гражданину в случае, если он оказался жертвой таких мошенников. Если вы стали жертвой телефонного мошенничества, и причиненный материальный ущерб вам не возмещен, в целях подготовки проекта искового заявления в суд, вы вправе обратиться в Государственное юридическое бюро Ульяновской области, которое осуществляет свою деятельность на основании федерального закона о бесплатной юридической помощи в Российской Федерации. Кроме того, с данной проблемой вы всегда вправе обратиться в прокуратуру соответствующего района, которая при отсутствии процессуальных оснований обращения в ваших интересах с исковым заявлением в суд окажет вам правовую помощь в подготовке проектов документов и полное юридическое сопровождение при направлении в суд такого искового заявления о взыскании причиненного в результате кибермошенничества ущерба. Вкусно и полезно! С вами Наталья Юкозина. О том, что в течение всего дня полезно пить обычную воду, мы хорошо знаем. Медики даже называют объем питьевой воды – это около 2 литров в день. Когда лучше всего пить воду? Это как раз сейчас и обсудим. Начинать свой день необходимо со стакана теплой воды. Многие медики рекомендуют в эту воду добавлять лимон. Пусть это будет в 7 часов утра. Далее в 11 часов выпейте стакан воды комнатной температуры. В это предобеденное время ваш организм начинает подавать ложные сигналы об ощущении голода. Далее за полчаса до обеда, например, в 13 часов выпейте еще один стакан воды. Пейте воду и во время приема пищи. Далее в 16 часов постарайтесь употребить не менее пол-литра воды. Время между обедом и ужином, как правило, мы заполняем вредными перекусами. А нужно это сделать с помощью чистой H2O. Далее в 20 часов. Готовясь ко сну, выпейте последний на день стакан воды. Для вкуса и большей пользы можете добавить немного меда и дольку лимона. Продолжаем вкусную и полезную рубрику. На очереди тыква. Она хорошо хранится и даже долежала в закромах до марта. Пшеная каша с тыквой – это, конечно, самый распространенный рецепт. Действительно вкусно. Кто-то из тыквы любит готовить сок, коктейли, цукаты. А вот диетологи утверждают, что, оказывается, полезно употреблять тыкву в сыром виде. Тыкву можно и нужно употреблять сырой. И поверьте, в таком виде она не менее вкусна, но более полезна, чем овощ после термообработки. Вот как правильно употреблять сырую мякоть, чтобы получить от нее максимум пользы и удовольствия. Сырая тыква – уникальный овощ. В нем находится редкий витамин Т, нехватка которого провоцирует нарушение метаболизма и процесса кроветворения. Для тех, кто мечтает похудеть, нарастить мышечную массу, наладить работу желудочно-кишечного тракта, справиться с вялостью, недомоганием и стрессом, этот витамин жизненно необходим. На этом послужной список целебной тыквы отнюдь не заканчивается. С помощью коктейля на основе сырого овоща можно укрепить иммунитет и насладиться, хоть и весной, но еще снежной, по полной программе. В сыром виде тыкву разрешено употреблять до полукилограмма в день, а вареную или печеную – до двух килограммов. В сыром продукте сохраняется гораздо больше важных витаминов, поэтому сырая тыква более полезная. А теперь, как помочь себе при первых признаках простуды? Пользуясь только натуральными продуктами питания, сразу оговоримся при одном условии, если у вас нет температуры. Иначе вызывайте врача. Наш первый помощник – репчатый лук. При первых признаках простуды разрежьте большую свежую луковицу и вдыхайте пары лука, повторяя процедуру 3-4 раза в день. Второй помощник – чеснок. Раздробите 100 граммов чеснока, залейте одним стаканом водки и хорошо взболтайте. Одну каплю нанесите на язык, подержите во рту, а потом проглотите. Повторяйте так несколько раз в день в течение 3-4 дней. Говорим и пишем правильно. Как хорошо уметь читать, а также писать и говорить, и чтоб непременно правильно, просто и без норовоучений, о словах, выражениях и ударениях. Об этом расскажу вам я, Мария Свешникова. Здравствуйте! Анклав и эксклав. Что это такое и чем они друг от друга отличаются? У некоторых государств есть территория с особым географическим и политическим статусом, для наименования которых используются два созвучных термина – анклав и эксклав. При этом значения у этих слов весьма разные. Анклавом в международном праве называют территорию государства или ее часть, которая окружена территорией другой страны и не имеет выхода к морю. Например, Ватикан – анклав на территории Италии. Лисотто – анклав внутри ЮАР. Однако, куда более распространены полуанклавы, которые отличаются от анклавов наличием выхода к морю. Самый яркий пример – Португалия, полуанклав, граничащий с Испанией. Главная характеристика анклавов и полуанклавов – наличие сухопутной границы только с одним государством. А вот эксклавом называют часть территории, изолированную от основного государства и окруженную территорией другой страны. Полуэксклавы – это эксклавы с выходом к морю. Получается, что в таких случаях отличие полуэксклава от полуанклава заключается в точке зрения. Аляска – это полуанклав внутри Канады и в то же время полуэксклав США. Кроме того, эксклавы могут граничить более чем с одним государством. Например, Нахичеванская республика – эксклав Азербайджана, граничащий с Турцией и Арменией. Самый близкий нам пример подобной изолированной территории – Калининградская область. Она имеет выход к морю, поэтому ее можно назвать полуэксклавом России, граничащим с Польшей и Литвой. У микрофона – журналист Евгений Слюняев. Дом с биографией. Улица Ленинградская, дом 4, дробь 9. Такой адрес имеет Дворец культуры имени Первого Мая. Одно из старейших учреждений культуры города Ульяновска и Ульяновской области. Он расположен в Заволжском районе города Ульяновска на Нижней террасе. Был построен и торжественно открыт в 1924 году, буквально накануне отмечаемого 1 мая Дня Международной Солидарности Трудящихся. Именно поэтому Новый Дворец культуры и был назван именем Первого Мая. Тем более, что и принадлежал Новый Дворец культуры, находящемуся рядом машиностроительному заводу имени Володарского. Был построен на его средства и предназначался в первую очередь для культурного досуга и отдыха трудящихся, работников предприятия и членов их семей. Эту задачу Дворец культуры имени Первого Мая выполнял на протяжении нескольких десятилетий. Со временем площадей здания Дворца стало явно не хватать. И в 1987 году рядом со старым зданием Дворца имени Первого Мая был построен новый, современный, четырехэтажный корпус из стекла, алюминия, дерева, пластика, мрамора и гранита. В 1999 году Дворец культуры имени Первого Мая становится государственным учреждением культуры и переходит в подчинение управления по делам культуры и искусства Ульяновской области. Затем в 2009 году в результате реорганизации Дворец, как и многие другие учреждения культуры, стал структурным подразделением воссозданного Центра народной культуры Ульяновской области. А с августа 2016 года Дворец переведен в городскую инфраструктуру и становится подразделением муниципального бюджетного учреждения культуры Руслан, сохранив при этом свое название Дворец культуры имени Первого Мая и свое предназначение – осуществление культурно-досуговой деятельности для всех категорий населения заложского района города Ульяновска, которые составляют основную часть зрителей и участников всех проводимых здесь мероприятий. Во Дворце культуры имени Первого Мая проводятся региональные, межрегиональные и всероссийские фестивали и конкурсы. Здесь работают 22 творческих коллектива, которые представляют все виды творчества – вокал, хореографию, театр и цирк. В коллективах на постоянной основе занимаются более 500 человек, из которых более 200 – дети до 14 лет. Восемь творческих коллективов Дворца культуры имени Первого Мая носят высокое и почетное звание «Народный коллектив самодеятельного творчества». Спортивный клуб Ульяновская «Волга» завершила свое выступление в Суперлиге Чемпионата России по хоккею с мячом в сезоне 2022-2023 годов. Интересно, что последние три игры наша команда провела с одним и тем же соперником. Получилось это так. Свой последний матч двухкругового турнира «Волга» проводила в Архангельске, где играла с местным водником. Матч был очень важен для нашей команды, поскольку только победа гарантировала «Волге» шестое место, а при определенных обстоятельствах даже давала надежду на пятое, а поражение практически неизбежно отправляло нашу команду на седьмое место. Учитывая, что «Водник» в этом сезоне играет очень надежно и претендует на медали чемпионата, надежда на успех «Волги» была невелика, и начало игры оправдывало пессимистические прогнозы. По ходу матча «Волга» проигрывала со счетом 0-2 и 1-3. Затем, то ли «Водник» раньше времени решил, что результат сделан и надо поберечь силы для этапа плей-офф, то ли «Волга» сумела найти какие-то внутренние резервы, но наша команда сумела сначала сравнять счет, а потом и забить победный четвертый гол. Так «Волга» сохранила за собой шестое место. Затем начался этап игр по системе плей-офф, или, если говорить по-русски, игр на вылет. По регламенту чемпионата команды, занявшие первые четыре места, играют с командами, занявшими места с пятого по восьмое. Игры проводятся поочередно на поле каждой из команд до двух побед одной из них. Победитель проходит в следующую стадию, проигравший выбывает из дальнейшей борьбы. Занявший шестое место «Волги» предстоял поединок с командой, занимающей третью строчку в турнирной таблице. Так нашим соперником вновь стал «Водник». Вы понимаете, с каким сильным желанием взять реванш за домашнее поражение гости приехали в Ульяновск. Они собрали свой сильнейший состав, в то время как в составе нашей команды по состоянию здоровья выбыло несколько игроков, которых в спешном порядке пришлось заменять молодежью. Но начало игры оказалось за хозяевами. Волжане быстро открыли счет и большего добиться не смогли. Далее весь первый тайм и начало второго голы забивал только «Водник», доведя счет до 5-1 в свою пользу. Однако эта игра не стала для гостей легкой прогулкой. Как и в предыдущем матче в Архангельске, ульяновцы вновь нашли в себе силы и сумели сократить отставание. Однако сравнять счет не удалось. Окончательный результат этой игры 5-8 в пользу «Водника». И вот ситуация повторяется. Снова поездка в Архангельск и снова нам нужна только победа. Но будет слишком мягко сказать, что в этот раз «Волга» поехала в гости к «Воднику» в ослабленном составе. По полученной из клуба информации, перед игрой за два дня выбыли из строя с какой-то вирусной инфекцией 12 игроков. По сути, молодежный состав «Волги» достойно держался против именитого соперника весь первый тайм. Но потом наступил провал. Итоговый счет говорит сам за себя. 12-2 в пользу «Водника». Однако, на мой взгляд, такое крупное поражение нашей команды в последней игре чемпионата не умаляет заслуг «Волги» в целом по сезону. Шестое место и участие в плей-офф так высоко ульяновская «Волга» в чемпионате страны не поднималась много лет. Игрок ульяновской «Волги» Евгений Волгужев вошел в число лучших бомбардиров чемпионата, чего тоже давно не было. Добавим и обновленный в этом сезоне Евгением Волгужевым рекорд клуба по забитым в течение сезона голам в борота соперников. Так Евгений Волгужев превзошел державшиеся 36 лет достижения легендарного ульяновского форварда Николая Афанасенко. И еще надо отметить, что на стадии четвертьфинала в плей-офф никаких сенсаций не произошло. Так же, как и «Волга», все остальные команды из группы, занимавших места с пятой по восьмое, проиграли своим соперникам из первой четверки. Интрига сохранялась лишь в противостоянии пятой команды турнира Красноярского Енисея с командой, занявшей четвертое место московским «Динамо». На своем поле Енисей победил со счетом 7-3. В ответном матче на своем поле «Динамовцы» не без труда взяли реванш со счетом 6-5. Пришлось проводить дополнительную игру, в которой на этот раз москвичи добились безоговорочной победы со счетом 9-2 и прошли следующий этап. В эти дни проходят игры полуфинальной стадии плей-офф. Титул чемпиона и призовые места распределят между собой четыре сильнейшие команды – Хабаровский «СКА» «Нефтяник», Московская «Динамо», Кемеровский «Кузбасс» и недавний соперник нашей «Волги» Архангельский «Водник». Программу «Утро нового дня» для вас провел журналист Евгений Слюняев. До встречи в дневном эфире в 12 часов 40 минут. Этот день в истории музыки. У микрофона Алексей Сорокин. В этот день появились на свет русская певица, исполнительница цыганских романсов, артистка опереты Анастасия Вяльцева, драматург, писатель, поэт, заслуженные деятели искусств РСФСР, автор текстов гимна Советского Союза и гимна Российской Федерации Сергей Михалков, основоположник болгарской классической музыки Панчо Владигеров. В своих произведениях композитор сохраняет приверженность традициям западноевропейской и русской романтической музыки. Значительное место в его творчестве занимает народная фольклорно-песенная тематика, которая наиболее ярко проявилась в сюите семь симфонических болгарских танцев. Певец, скрипач Федя Карманов. Настоящее имя и фамилия артиста Фархад Карамов. Автор и исполнитель песен в жанре русский шансон. Композитор, поэт Иван Кучин. В судьбе небес ущерба, Но верю, повезет. И я вернусь, где верба, В саду твоем цветет. Ты распахнешь окошко И скажешь, не грусти. У вербы есть сережки, А у меня и стыд. Певец, участник музыкального ансамбля «Балаган Лимитед» Дмитрий Филин. Ансамбль был создан в 1996 году. Имеет в своем репертуаре песни на английском, Украинском, грузинском, армянском, азербайджанском, Азербайджанском, латышском, болгарском языках и иврите. Выступает в жанре поп-фолк. Вечер, вечер, вечерочек Застал врасплох Ну приходи хоть на часочек Неужели я так плох? Тополь, тополь, тополечек Зашелестел Майский легкий ветерочек До тебя не долетит Также в этот день в мировой и отечественной культуре Произошли следующие события. В 1845 году впервые исполнен скрипичный концерт Ми-минор Феликса Мендельсона Бартольди. Вот уже более полутора веков он входит в число популярнейших классических опусов. Музыка 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 В 1995 году певица Дайана Росс получила награду наследия за заслуги в развитии музыки в стиле соул, Созданного на основе ритм-энд-блюза. В 2004 году знаменитый оперный тенор Лучано Поворотти на сцене Метрополитен Опера простился со зрителями. Перед спектаклем он официально объявил о том, что покидает оперную сцену. Зал проводил Лучано 11-минутной овацией. Лучано 11-минутной овацией. Лучано 11-минутной овацией. Субтитры создавал DimaTorzok